Добрый день. Я являюсь профессором кафедры технологии строительных материалов Санкт-Петербургского государственного университета, архитектурно-строительного университета. Ну и плюс, так судьба сложилась благосклонно, что довольно давно также работаю в области реставрации, производства реставрационных материалов, обследования объектов культурного наследия. Поэтому в своих разработках материаловедческих, прежде всего я материаловед, я, конечно, опираюсь на те задачи, проблемы, которые стоят перед реставрацией. И прежде всего меня заинтересовал такой вопрос, как санирующие составы, санирующие штукатурки, они у всех на слуху. И вроде бы как материал известный, а когда коснулся вопроса изучения того, каким требованием должен отвечать этот материал, как его вообще нормировать, и здесь недавно говорили о вопросах качества, то есть как, соответственно, ставить вопросы о качестве относительно этого материала. Будет ли он работать в том исполнении, которым мы предполагаем, либо это будет уже совершенно другой материал. Оказалось, что на самом деле нормативной базы или такого какого-то уже сформированного научного подхода к проектированию составов данных материалов и не существует. Есть такие вот опыты эмпирические, какие-то пробы, очень много импортных материалов, которые так или иначе связаны с санированием. Но что они себя представляют, какая база подведена под их разработку, под их состав, под формирование свойств, абсолютно непонятно. Ну, это как сейчас у нас принято, ноу-хау, как бы это наша разработка, вот она будет работать, берите, не сомневайтесь. Но этот подход нас не устраивал, и мы решили в этом разобраться поподробнее. Вообще санирующие растворы, они, конечно, являются защитными в первую очередь, и защищают они кирпичную кладку, но у них своеобразный способ защиты, это не принцип недопущения агрессивных веществ в защищаемую конструкцию, а это наоборот вытягивание агрессивных по отношению к конструкции веществ из конструкции. То есть вот такое санированное, связанное с выводом, прежде всего, водорастворимых минералов, солей из кладки, дабы не допустить их так или иначе выход на поверхность с разрушением самого кирпича или камня. А это разрушение, безусловно, будет, когда в области уже испарения, то есть где сосредотачивается, прежде всего, вся влага и потом испаряется, будет активно, будет происходить активно процесс кристаллообразования водорастворимых минералов. Ну и, естественно, эти кристаллы, занимая достаточно большое пространство в порах и капиллярах, будут разрушать структуру самого материала. Ну, такой вот поверхностный слой, насыщенный слоями, будет также еще и инициировать все больше и больше увлажнения. И причем эта влага будет такая вот непостоянная, то есть будут очень большие амплитуды увлажнения, высушивания. И даже не сама кристаллизация солей может навредить кирпичу, керамическому черепку, а именно вот эти качели увлажнения, высушивания. Потому что керамика – это не абсолютно водостойкий материал, это все-таки глина, спекшаяся, но она остается глиной. И для этой глины спекшейся самое страшное – это вот циклы попеременного увлажнения, высушивания, ну и, соответственно, уже замораживания, оттаивания. От этого никуда не деться. И сама защита, в первую очередь, это, конечно, стоит во главе угла для санирующей штукатурки. Но санирующая штукатурка, она может быть еще и использована с точки зрения реставрации как важные элементы обеспечения такого достойного внешнего вида объекта после реставрации. Да, понятно, санирующая штукатурка или санирующие растворы – это некоторый элемент комплексного решения. И главным элементом в этом решении, комплексном, является, конечно, высушивание кладки. Потому что ничего не поможет, никакие санирующие растворы не спасут от высолообразования, если идет постоянный процесс выноса водорастворимых веществ на поверхность, на плоскость испарения. А этот процесс будет происходить, пока у нас поступление идет влаги в кирпичную кладку. Поэтому вопросы защиты от поступления влаги являются первостепенными для санирующих штукатурок. Ну и, соответственно, вот это восстановление окрытий, кровельных свесов, гидроизоляция – это вот в этом плане все и работает. Дальше возникает вопрос, если кладка массивная и давно насыщалась влагой, как же ее сушить? Да, мы предотвратили поступление новой влаги, но та, что уже там есть, она требует вывода, прежде чем мы, соответственно, уже будем говорить о том, что вот этот негативный процесс высолообразования завершен, и конструкции уже ничего не угрожает. Ее надо сушить, конструкция массивная, этот процесс может занять достаточно много, особенно это актуально для Санкт-Петербурга, откуда я. Погода не позволяет, так скажем, гарантировать быстрое высушивание даже летом. Поэтому мы всегда подразумеваем, что какая-то остаточная влага в кладке будет присутствовать, и уже эта остаточная влага будет продолжать выносить все больше и больше солей на поверхность. И да, кстати, вопрос, а что это за соли? Бытует мнение, что все вот эти водорастворимые минералы, соли, карбонаты, сульфаты, прежде всего сульфаты, натрия, магния, ну есть и хлориды, конечно, встречаются, это соли, которые попали из грунтов, попали из кладочных растворов и так далее. Да, это не исключено, но практика показывает, что больше всего солей, водорастворимых минералов, которые впоследствии-то и формируют высолы, это то, что вымывается из самого керамического черепка. То есть в глинах достаточно много щелочеземельных металлов, которые формируют потом сульфаты, ну то есть из серы достаточно присутствует количество, которые бы формировало вот эти сульфаты магния и натрия, которые чаще всего и встречаются. Так вот их, соответственно, говорить о бессоливании кладки как-то странно, потому что если в кирпиче уже изначально присутствовала соль, ну именно водорастворимые минералы в таком широком понимании, то как же их всех вывести? Они, может быть, вот часто тоже бывают вопросы, давайте оценим степень засоленности кладки. Если мы кладку будем рассматривать во всем объеме, ну на всю толщину, то степень засоленности мизерная. Мы говорим, все нормально. А если мы берем пробу на поверхности, то есть либо примыкающей зоне к поверхности, ее засоленность высокая, оно и понятно, что вся водорастворимая фаза, которая присутствует в кладке, она скапливается, концентрируется у поверхности, на плоскости испарения. Поэтому вопрос засоленности кладки, он открытый, и насколько необходимо принимать меры защиты, он тоже как бы дискуссионный, на мой взгляд, еще. Но в целом мы сейчас руководствуемся тем, что если визуально наблюдались процессы высолообразования, то это уже является неоспоримым обоснованием для того, чтобы применять меры защиты. Ну, в том числе санирование, если это необходимо. Так вот, вернемся к вопросу применения санирующих растворов для реставрации. Очень часто мы видим по итогу даже реставрации открытой кладки, когда мы не можем ее оштукатуривать, появление белесых пятен уже на законченной поверхности, отреставрированной, которая подвергалась реставрации методам вычинки, и, конечно, докомпоновочные составы использовались. Но из-за остаточной влажности в кладке через какое-то время мы видим активные процессы высолообразования. И в данном случае очень часто причиной этого высолообразования являются именно водорастворимые минералы, которые находились в докомпоновочных составах, либо в зоне, примыкающей к плоскости испарения, то есть они были близко к поверхности, в кирпиче историческом. Так вот, был тоже, на мой взгляд, уместен прием, когда мы докомпоновочные, сами докомпоновочные растворы для реставрации поверхности кладки, на наш взгляд, было бы достаточно интересным наделить сам докомпоновочный состав, который используется для реставрации поверхности кирпичной кладки, наделить санирующими функциями. Функциями, которые заключаются в том, что водный раствор с растворенными в нем солями должен достаточно хорошо входить в докомпоновочный состав, санирующий этот состав. Но... Спасибо. Входить эти водорастворимые соли должны в докомпоновочный состав, но не выходить на поверхность и не формировать высолы уже на самой поверхности испарения. То есть влага должна уже в виде водяных паров уходить из где-то в средней части докомпоновочной вставки, а высолы, они должны оставаться внутри ремонтного или реставрационного состава. Ну, тут скорее можно сказать о ремонтном составе. И на тот период, когда идет активное удаление остаточной влаги, тем самым предотвратить высолообразование. Это, естественно, позволит и говорить о более приемлемом внешнем виде результате реставрации и говорить о том, что в целом удаление этих солей или недопущение их выход на поверхность это уже большое дело для обеспечения планируемого ресурса, эксплуатационного ресурса реставрационных материалов. То есть наличие солей на их поверхности существенно снижает этот ресурс. И опять же коснемся того, что такое сонирующие растворы, сонирующая штукатурка и с точки зрения существующей нормативной базы. Промониторив эту нормативную базу, мы увидим упоминания в основном в тех стандартах, которые, ну, по сути, дублируют еврокоды, то есть европейские стандарты. И соответствующий перевод даже что-то не бьется на русский язык очень хорошо. То есть и не очень строгая формулировка. То есть сонирующая штукатурка – это испытанный на пригодность раствор для оштукатуривания увлажненных поверхностей, содержащих соли. Ну, вроде как бы все нормально, но испытанный на пригодность составляет много неопределенности. Ну, как эта пригодность будет оцениваться? В процессе нанесения, в процессе какого-то времени эксплуатации либо способностей к какой-то другой, именно функционально более конкретно выраженной, непонятно. И раскрытий там дальше в этих стандартах, естественно, нет, что понимается под пригодностью. Есть ГОСТ, касающийся растворов строительных штукатурных. Ну, тоже примерно такая формулировка строительный раствор на основе результатов испытаний для подбора состава, который также подходит для штукатуривания влажных засоленных кладок. И, наконец, уже в нашем отечественном ГОСТе, правда он касается сухих строительных смесей, это формулировка, что к санирующим относятся смеси, ну, конечно, штукатурные в большей степени, обладающие полисостью более 35% и предназначены для ремонта, соответственно, конструкции, для защиты их от воздействия влаги и растворенных солей грунтовых, именно грунтовых почему-то. Ну, так или иначе, ни одно из этих определений, по сути, ну, не дает понимания того, что же все-таки мы должны прежде всего учитывать при разработке составов санирующих растворов. Сама по себе долго как бы, ну, и более-менее активно и общепринята терминология, используется активно, это то, что пористость 35% не менее, но пористость, так как я материаловед знаю, что пористость бывает разная, бывает капиллярная, бывает условно забнутая пористость, бывает просто открытая пористость в виде каверн, так какая пористость-то нужна, потому что она работает всегда по-разному. И в данном случае, прежде всего, пришлось, как бы, опять же, вернуться к тому, все-таки, что мы ожидаем от санирующих штукатурок, санирующих растворов. Это движение влаги, которое должно не ограничиваться, вот остановка этой влаги и водных растворов на поверхности кирпичной кладки, оно должно продолжаться внутрь санирующего раствора. То есть влага спокойно должна переходить из кладки в раствор. И там она должна, вот это движение влаги, оно должно замирать, должно продолжаться уже движение влаги не в жидком агрегатном состоянии, а в газообразном. И должно идти уже испарение воды из толщи раствора с образованием, естественно, кристаллов тех водорастворимых минералов, которые в водном растворе содержались. Вроде все понятно, но опять же возвращаемся к тому пониманию пористости. Чтобы влага зашла из кладки в санирующий раствор, необходимо соотношение, соответствие пористости, которая характерна для кирпичной кладки, с пористостью, которая имеет санирующий раствор. То есть капилляры должны по своему размеру быть сопоставимы, потому что из крупного капилляра еще может в мелкий капилляр взорти вода, но не наоборот. То есть из мелкого капилляра в крупные движения не будет. А мы знаем, что кирпичный черепок, глиняный черепок, он отличается очень мелкопористой структурой. И, соответственно, если мы накидываем на поверхность этой кладки такой крупнопористый раствор, то мы не обеспечим вот этого капиллярного движения влаги в него. Да, будет высокая паропроницаемость у раствора, но, тем не менее, все это высолообразование будет ограничено областью границы раздела кладки раствора. То есть так или иначе будет переходить в газообразное агрегатное состояние вода на границе раздела штукатурка раствор, и все соли все равно будут на границе раздела. Это приведет просто к быстрому отслоению штукатурного слоя или этого раствора. И так или иначе все равно будет сопровождаться концентрация солей при поверхностном слое кирпичной кладки. То есть, ну, хочется, не хочется, но нужно обеспечить структуру капиллярных пор, которая бы позволила предотвратить испарение влаги в кладке на поверхности раздела. в кладке раствора, а обеспечить ее испарение непосредственно в растворе. Как этого добиться? Ну, во-первых, первое, что приходит в мысль, должна быть хорошая смачиваемость раствора, поверхности раствора, чтобы ничего не мешало влаге проникать в его объем. то есть, вот такая впитываемость поверхности раствора должна быть очень хорошей. Часто и при этом, да, и при этом движение, капиллярное движение должно быть ограничено. То есть, уже как бы мы формируем два основных требования, которые бы позволили нам обеспечить функциональную пригодность раствора. это смачиваемость поверхности хорошая и ограниченное капиллярное движение влаги в его внутри. То есть, капиллярное поглощение должно быть ограничено. Тот прием, который очень часто используется для регулирования капиллярного водопоглощения, это использование гидрофабизирующих добавок. Это не обязательно какой-то, как вы знаете, все поверхностные, ну, для поверхностной обработки жидкий состав. Крем-неогранической жидкости. Это сейчас в технологии строительных материалов широко используются добавки гидрофабизирующие. В сухих смесях используются порошкообразные стероат натрия, допустим, стероат цинка, извините, который может быть использован для того, чтобы внутренние капилляры тоже обладали водоотталкивающей, поверхность внутренних капилляров обладала водоотталкивающей способностью, не смачивались поверхности капилляров, и это очень сильно позволяет уменьшить капиллярную впитомость. Но если мы используем вот эти гидрофабизирующие добавки для регулирования капиллярного поглощения, то мы так или иначе очень так же сильно снижаем впитываемость поверхности. то есть сам раствор с водорастворимыми минералами тоже не получится ему войти вообще даже в этот раствор и не говоря уже дальше о капиллярном движении. Поэтому мы искали пути как бы эту капиллярную впитываемость или капиллярное поглощение уменьшить, его так скажем ограничить, но при этом не навредив впитываемости, то есть не придать гидрофобных свойств поверхности раствора. И естественно наш взгляд упал на те доступные пористые легкие заполнители, которые сейчас имеются в наличии в нашем распоряжении. Я имею ввиду нашем, это для индустрии строительных материалов, реставрационных материалов. Сейчас вполне себе доступны перлитовый песок или гранулированное пеностекло. Да, есть, вы скажете, керамзитовый песок, но для него не так распространено, вернее, на него я не могу распространить такое понимание как доступность, с ним вопросы большие. И он всегда разный, всегда непонятно какого качества он, показатели его прыгают в очень широких диапазонах. Ну, это касается перлита и гранстекла, гранулированного пеностекла, но тем не менее там хотя бы это все еще в каких-то умеренных пределах находится. Так вот, какая, в общем, рабочая гипотеза? В том, что попадая из кирпича в капилляр, совместимый по своему размеру, по диаметру, по радиусу, водный раствор солей движется вверх, пока не натыкается на зерно заполнителя пористого. причем поры в этом заполнителе должны быть намного больше, крупнее, нежели чем поры капиллярные. Соответственно, это создает плоскость испарения, да и движение прекращает по капилляру, то есть из более узкого в широкий капилляр перейти уже вода так активно не может. То есть это идет некоторый барьер на пути движения влаги. Почему именно капилляр должен встроиться именно в капилляр? Это очень легкий компонент. По плотности ближе всего из всех тех, которые присутствуют в составе раствора, к плотности воды, цементного теста. Но все капилляры возникают в цементном тесте. То есть так или иначе из-за близости плотностей все эти пористые заполнители концентрируются именно в той фазе в цементном тесте, где эти капилляры и формируются. То есть вероятность того, что именно так это будет, она на наш взгляд очень большая. Ну а дальше уже видите вверх по капилляру может происходить испарение воды и это будет сопровождаться образованием солей внутри раствора и вернее даже внутри самих пористых заполнителей. При этом мы изначально не понимали относительно какого заполнителя сделать предпочтение, поэтому решили исследовать оба, как перлитовый песок, так и гранулированное пеностекло. Хотя перлитовый песок конечно мы рассматривали с большим оптимизмом, но гранулированное пеностекло нас привлекало тем, что имеет более развитую внутреннюю поровую систему, то есть это насыщенное крупными порами зерно, которое дает явно большее количество объема резервного доступного для высолообразования. Плюс само гранулированное пеностекло не повышает водопотребность растворов, что гораздо удобнее для подбора тех функциональных свойств, ну помимо реализации санирующей функции, это прочность нужно регулировать, плотность, и все это гораздо проще сделать, если у вас заполнители имеют не очень такую высокую водопотребность, нежели по сравнению с перлитовым песком гранулированное пеностекло водопотребность добавляет очень мало. Ну и соответственно что насчет тех капиллярных пор, которые должны быть совместимы с капиллярными порами в керамическом черепке. Ну здесь только можно речь вести о цементном камне, поэтому безусловно в качестве основного вяжущего рассматривался цементный камень, цемент имеется ввиду, портлан цемент, потому что вот видно, что здесь перекрываются области капиллярных пор по размеру как в цементном камне, так и керамическом черепке, это весьма сопоставимые по размеру вещи, то есть вот именно переход из кирпича в раствор должны обеспечить капиллярные поры в цементном камне. помимо того, что этот переход должен быть осуществлен, нам нужно обеспечить повышенную паропроницаемость, чтобы тот раствор, который попал в цементный камень, он также легко переходил уже в газообразную фазу и выходил на поверхность. Да и плюс к тому, нужно регулировать прочность таких растворов, потому что все-таки мы защищаем кирпичную кладку и чрезмерная высокая прочность для растворов, наносимую на кирпичную кладку, никому не нужна. Это может привести уже к другого рода деструкции. Уже не солевой коррозии, а еще и каких-то связанных с несовместимостью физико-механических свойств. Поэтому мы, как такой элемент повышения паропроницаемости растворов, ценирующих как элементы возможного регулирования прочности, плотности, рассмотрели влияние добавки извести. И в соответствии с полученными результатами можно сказать, что 6% извести от массы цемента является таким наилучшим решением, не скажу, что оптимальным, но наилучшим решением, которое бы обеспечило и по показателям пористости улучшенная равномерность размеров пор повышает и не закрупняет их размеры, что важно для капиллярного поглощения. В целом мы можем даже увидеть, что за счет выравнивания размеров капилляров при их незакрупнении при 6% расходе извести увеличивается даже капиллярное водопологлощение цементного камня, что говорит о том, что все-таки вот этот капиллярный переход будет при таком количестве извести даже лучше. Ну и плюс, естественно, испытав на паропроницаемость, мы увидели, что порядка на 15%, по-моему, процентов, здесь, к сожалению, я не вынес на слайд, порядка 15%, ближе к 20%, можно так сказать, для 6% расхода содержание извести позволяет коэффициент паропроницаемости увеличить. Ну, поэтому было за основу принято, что в части вяжущего это будет смешанное вяжущее, цементно-известковое, причем известие будет 6% от массы цемента. На модельных растворах мы проверили, так скажем, первичное влияние заполнителей на как бы те свойства, которые позволят оценить пригодность их для решения задачи санирования. Мы видим, что увеличение расхода перлита приводит к тому, что показатель средних пор, капиллярных пор серьезно увеличивается, то есть это действительно тот компонент, который способен закрупнить пористость именно за счет своей внутренней структуры и остановить движение капиллярной влаги. И также пеностекло, вот это верхний график, указка, к сожалению, не работает, правый верхний график тоже говорит, что пеностекло имеет существенно высокую по размерам пористость, более выше по размерам поры в своей внутренней структуре, это приводит к общему увеличению размеров капиллярных пор. Короче говоря, три минуты тогда для завершения. Все очень интересно и хотелось бы подробнее рассказать, но сокращаю. В итоге мы в качестве основных показателей, которые оценят с помощью которых оценивали санирующую функцию, это принято были капиллярное поглощение и поверхностное поглощение, причем проверяли их относительно солевых растворов, так как в отношении воды и солевых растворов показатели не схожи. Поэтому для оценки поверхностного поглощения использовали трубки Карстена, а для оценки капиллярного поглощения использовали схожий метод, как у нас по ГОСТу, с балочкой, но только на солевом растворе. В целом мы оценивали влияние такого показателя коэффициент N ввели, то есть соотношение замкнутых пор и капиллярных пор, то есть посчитали поры замкнутые большие заполнители, капиллярные поры в цементном камне и поняли, что по этому показателю оптимальным сочетанием, при котором и поверхностное поглощение возрастает, а капиллярное поглощение уменьшается, является расход перлита около 20% и пеностекла 0,7,5% от объема заполнителя, используемого в растворе. Проверили на модели, то есть нанесли раствор на поверхность кирпича, положили его в солевой раствор и результаты показывают. Слева это санирующий раствор, справа это контрольный раствор, на котором даже визуально видны выходы влаги, там и было высолообразование чуть позднее, но, к сожалению, на этом фото не показано. Помимо этого мы разделили образец, поперек распилили и исследовали рентгенно-флюоресцентным анализом количество хлора, потому что мы в солевой раствор хлористого натрия клали кирпич и смотрели, насколько количество хлора попадет в сам раствор. Ну и показалось, что на лицевой поверхности не было вообще хлора и большая концентрация тут в зависимости от состава была либо в зоне 5-миллиметровой приповерхностной у кирпича, либо чуть дальше. В зависимости от того, сколько пеностекла было, 0 или 7,5%. То есть если мы вводим пеностекло, то большая часть солей концентрируется в самой ближайшей кирпичу зоне. То есть за счет вот этого можно тоже регулировать, можно толстый, тонкий слой раствора наносить и при этом не терять эффективность для солезащиты. Эти разработки были реализованы в продукции рунитовской, это камнезаменители и непосредственно санирующие штукатурные смеси. Много объектов выполнено, за ними наблюдаем, пока не выявили никаких тех аспектов, которые бы говорили о том, что наши предположения были неверны. Вот, извините за сумбурное окончание, спасибо за внимание. субтитры создавал DimaTorzok,